В продолжение большого интервью, которое глава Ингушетии Юнусбек Евкуров дал Кавказскому узлу в начале июля этого года, состоялась поездка в Джейрах, где сосредоточено развитие горного туркластера республики. Джейрахский район Ингушетии занимает центральную часть главного Кавказского хребта. На юге район граничит с Грузией, на западе с пригородным районом Северной Осетии, на севере с Сунжинским районом Ингушетии, на востоке с Чеченской республикой. В состав района входят пять сельских поселений – Бейни, Гули, Джейрах, Ляжги и Альгетти. На территории района, на южном склоне горы Цейлаам, расположен древний Игекал – крупнейший в Ингушетии башенный комплекс. В интервью коммерсанту шла речь о том, что после завершения всех работ может быть как-то выкуплено в Джейрахском районе. Можно об этом поподробнее? Это когда какие-то работы капитально еще ведутся? Нет, вот у нас есть ИЦАПность. Наши документы уже в Минэкономике России получили, сейчас курортцы Северной Кавказа работают в этом плане по подписанию соглашений, как особая экономическая зона, республика Ингушетия, Джейрахский район, часть Сюнжинского района. Это часть ИЦАПа, по которым работают. Сейчас они когда-то все сделают, после этого они уже имеют право вкладывать деньги на территорию Джейрахского района. Но мы пошли параллельным путем, методом работы, в плане того, что не дожидаясь, когда нашли финансировать курортцы Северной Кавказа, мы начали строить за счет инвесторов. Это тоже в договоренностях прописано. И после того, когда сейчас курортцы Северной Кавказа подписывает соглашение о Семене экономики по особой экономической зоне Джейрахского района и частью Сюнжинского района туристического кластера, после этого они приедут, проведут логическую к ним, посмотрят, хотя они и сейчас приезжают периодически, бывают, и оценят все, что сделано. И обязаны выкупать у нас все, что мы сделали. А обязаны, что есть хоть соглашение, что они... Ну, они же развивают курорты. Это же их логистика. Это же не моя логистика, это их логистика. И они это их... Мы просто делаем сегодня их работу, как бы получается. То есть мы не ждем, пока они там... Потом придут деньги, и дальше мы будем делать. А мы просто делаем эту работу уже сегодня, согласовываясь с ними в том числе. Ну, вот вы говорили вчера, что несмотря на эти публикации в СМИ о том, что Ингушетия, Северная Осетия, Адыгея больше не входят в планы курортов Северного Кавказа по развитию, на самом деле это не вполне так, и что они продолжают входить на это вот в рамках этого видения. Ну, я скажу еще раз. Я, в принципе, и не верил этим публикациям и слухам. Почему? Потому что, ну, во-первых, мы знаем порядочность Алексея Геннадьевича. Он никогда такого не сказал, в плане того, что исключены, не согласовав с нами, не переговоров с нами по этому поводу. И что я подтвердил на прав комиссии, я в том числе задал вопрос Алексея Геннадьевича. Где, на какой комиссии? Ну, на прав комиссии здесь, в Владикавказе. Это было 1 июля? 2 июля. И где он подтвердил, что нет, наоборот, что остается, никто там не убирается, и у никого мыслях этого нет, чтобы убрать. Да, это не курорты Северного Кавказа получатся, если нас убрать. Тем более и Джей Раскерован, и Осетию, где один из самых лакомых кусочков туристического бизнеса, если ее развивать. Да, понятно, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия – это уже продвинутые бренды еще советского периода. Имелось в виду то, что сейчас, вот на данном этапе, у курортов Северного Кавказа денег хватит на развитие, на продолжение развития только трех регионов, которые он назвал. А остальные будут потом уже. Вот это был вопрос. По этому поводу попросили подготовить там совещание. Мы пригласим сейчас руководителя курорта Северного Кавказа. И будем добиваться того, чтобы, где больше развивается инфраструктура, там и стимулировать в этом плане. Мы будем разговаривать по этому поводу. Мы же не знаем, какие там договоренности подписаны. Если там подписаны договоренности уже с субъектами, в этом случае, да, сложно вмещаться тоже в процесс. Потому здесь ничего нет смертельного и сверхъестественного. Просто, да, если исходить из логики, что меньше денег, то мне никак не понять, если меньше денег, то каким же образом могут быть выкуплены эти объекты потом? Нет, все равно они будут выкуплены. И сегодня, так завтра. А когда примерно? Через пять лет? Какие перспективы? Десять? Ну, я думаю, что в течение трех лет. Но, опять же, вопрос, даже если не выкупать, и даже если курорта Северного Кавказа, мы не заморачиваемся на это серьезно. Даже если не так, то это наш курорт. Наше развитие и тот же бизнесмен, который делает инвестор, который в КАП вкладывает, и республика, который там использует не бюджетные источники, будет на этом зарабатывать. Ничего нет, опять же, нет никакого там ажиотажа или трагедии в этом нет. Мы будем работать все равно же в этом направлении, независимо от того, что дадут нам деньги или не дадут. В этом нет никаких особых проблем. Мы сейчас увидите, что сделано, и что мы делаем, и что мы будем делать дальше. И нет никакого срыва, и, наоборот, мы это будем развивать дальше. Это нам надо в первую очередь самим. Можно сравнить, как в разных регионах, на какой стадии находится строительство, конечно, очень сильно отличается. Я был вот в той части, где Адыгея, Краснодарский край, где объекты, и хорошо понимаю, что в Чечне. Ну, матлас в Дагестане, это вообще отдельная тема, там и со снегом проблема. То есть вы считаете, что будет какой-то анализ, что реально сделано, что можно было посмотреть? Там же не только анализ еще сделано, еще анализ о посещаемости туристов, о транспортной логистике. Там же можно сделать намного лучше все, да? Там за год, смотря у кого какие деньги есть свободные. Можно все сделать, но что дальше? Ну, сделали. А где туристы, а где люди? Где отдыхающие? В этом же весь вопрос. Поэтому вот здесь, как вот эта туристическая логистика будет учтена, это раз. Чем Ингушетия удобна? Я уже говорил об этом, что вот транспортной доступности, такого удобного, даже с Северной Осетии, с аэропорта Северной Осетии, лежит и вокзал Северной Осетии, в курортную зону Армхи, Джирас-Крым, заехать там 40 минут, максимум в час, а на сам курорт Северной Осетии ехать больше. То есть в этом вопросе по логистике… Мамисон вы имеете в виду? Да, Мамисон ехать больше. Поэтому здесь в этом вопросе даже мы выигрыши. Ну, опять же, курортство Северной Осетии – это такая логистика, где люди могут приехать в тот же Мамисон, и потом переместиться в Жайрах, потом переместиться в Ведучий, потом переместиться в Дагестан и оттуда уже уехать. В этом же смысл логистики всего – заканцевать это все. Поэтому здесь все будет учитываться. Нам сегодня важно приучить жителей республики к тому, что есть места, где отдыхать можно, и к тому, что можно отдыхать, ездить отдыхать. Семейный туризм еще. Приучить жителей. С этого мы хотим начать. И сегодня нам приятно, что многие приезжают, находятся, отдыхают в Чехасском районе. Просто семьи. Не особо в туристическом направлении. И сейчас у нас стоит такая задача, чтобы обязать правительство республики и обязать чиновников в отпуск и ездить, если так можно выразиться. Будем это даже не обязать, а рекомендовать отдыхать в журналисты. Хотя бы неделю. И сейчас, подписывая отпускные некоторым министрам, я сам созваниваюсь с ними, говорю, неделю отдыхаешь, жиря, в логике. Платишь семьей, едешь, отдыхаешь, а потом хоть куда угодно и жить. То есть это тоже как бы и рекомендательный, и такой административный рычаг. А если мы сами этого делаем, то мы только приедем. А если этот министр догадается, что с собой там коллег там, соседей пригласить, то еще больше рекламы. Смотрите, какая дорога со стороны Северной Осетии хорошая, качественная. И она тоже расширяется сейчас и ремонтируется. И такая же дорога хорошая, качественная. Уже в Ингушетии по Асимскому шире. И здесь опять же вопрос. Мы создаем по той стороне много площадок для того, чтобы были места, где можно оставить все шашлык поесть, покушать, купить сувельеры. То есть мы тоже эти площадки создаем, и тогда сам маршрут становится туристическим. Да, но это очень важно. Да, я много езжу тоже. Во-первых, внутренний туризм – это очень интересная тема. Ну, во-вторых, вот места, где можно остановиться. В этом смысле интересно, уже много лет назад в Абхазии сделали, построили там традиционные такие места. Вы же бывали, да, в Абхазии? У вас тоже там какие-то родственные связи или… Нет, у меня нет родственных связей. У нас есть хорошие межорегиональные связи, соглашения и обмен отдыхающих детей. У нас больные дети, ДЦП отдыхают, лечатся у нас в реабилитационном центре. Наши дети отдыхают в Абхазии. Такие хорошие взаимоотношения. Да, вот места, где можно остановиться, это, конечно, если они сделаны особенно в традиционном стиле, что там можно какую-то такую национальную кухню посмотреть, колорит. Абхазы там очень просто, дешево и очень привлекательно все это можно сделать. Но я не могу не спросить про Солженский район, еще такой задать вопрос невеселый. И вот, когда мы говорили на ходе карты про те районы, которые наиболее сложные, для господинских, они вызывают наибольшее опасение с точки зрения безопасности. Как раз называли ту часть Солженского района, насколько я понимаю, которая тоже близка и Касиновская? Ну, нет посылок и нет таких ярко выраженных опасений по поводу безопасности для туристов или для жителей, которые ездят в этом районе. У бандитов, в том числе членов Банподполья, есть ярко выраженные свои амбициозные планы, но они не касаются совершенно жителей, которые там проезжают или ездят или отдыхают. Поэтому, конечно, в этом плане мы не видим каких-то таковых угроз. Да, я вполне допускаю, что могут спланировать какую-то акцию, как это было там два года назад, при Эльбрусинке. Да, да. Я допускаю, что могут это быть. Но опять же, давайте исходить из того, что будем обеспечивать. Сегодня там меры безопасности хорошие и дальше будем усиливать. Там военные базы же тоже наши стоят, да? Там нет военных баз, а есть подвижные посты и, как называют, взводные опорные пункты. Вот опорные пункты, это прям стационарные такие вот… Ну, не стационарные, а временные, но, тем не менее, они так хорошо. Выглядит так серьезно все в заводах. Конечно, так и должно быть. Блоками там, бетонами. То есть они там будут оставаться, обеспечивая как-то безопасность? Ну, на время будет, на данное время пока будут оставаться. А вот тоже я не могу не спросить, вы и в интервью другим изданиями, тоже нам, Кавказскому узлу рассказывали о том, что тот подрыв, который был в Берд-Юрте, Берд-Юрте, да? Правильно. Связан, вот дожди там какие-то обнажились, ранее, что ли, заложенные. Не в том, что дожди, а по нашей информации, по той информации, которая есть по изучению специалистов, это закладки старого такого. Вот, да. Прошлого года или позапрошлого года? Ну, закладки такие старого. Просто я посмотрел статистику и в Чечне, например, я вижу, что в последнее время есть и другие примеры вот таких подрывов на фугасах, на каких-то вот заложенных таких вот устройствах. Не единичный это случай. Вы не думаете, что есть какая-то смена у них тактики, что они больше возвращаются к таким диверсионным методам? Одно время их поменяли, эти методы, на какой-то такой индивидуальный террор? Нет, нет, нет такого. Не в том мере нет этого. Так, это раз. Во-вторых, ну, сейчас, если в том районе 50-х, мы получим тоже, возможно, получим подрывы на растяжках, на мины, которые установлены еще в те времена. Это не говорит, что это, не говорит об активизации членов бандит. Это просто говорит о том, что не в нужное время, не в том времени, не в том месте человек появился, да, или скотина прошла. Вот он подорвался численно на минии. Поэтому не говорит это о какой-то активизации или там смене тактики. У них она тактика, бесспорно, она оставалась всегда, и подрывы сочетались с нападениями. А этот случай, который у нас был, он именно связан с тем, что размыло дождями, вот, и, по той справке, которая есть, по той информации, по той экспертизе. И вот старая закладка обнаружилась. Ну да. В Датыхе тоже, в окрестностях Датыхе тоже был подрыв. То есть там тоже такая же картина. Такая же картина. Один в один. И вот сейчас там, позавчера, там обнаружили тоже боеприпасы старой закладки. С фронтом тоже подорвали. То есть это уже эхо, будем говорить, тех времен. Я вполне допускаю, что есть силы, возможности у них и провести диверсии. Сегодня в том числе. Вот эти случаи именно связаны с этим. А если провести диверсию, то вы думаете, где какие зоны риска? Самая автомобильная дорога или... Ну это уже на дороге легче. Вышел там, даже днем интенсивность движения не такая большая. Ночью тем более. Заминировал и подрывает. В этом нет особой сложности. Почему ты же каждый метр дороги не будешь контролировать. И сможешь его контролировать. Вот вы говорили, что я так... Это, конечно, мои слова, да. Но, в общем, с неосторожностью связан был второй взрыв. Вот в пертьюрте, когда в лесной зоне. Ну, есть такие правила, что если произошел там один взрыв, то прибытие там саперов в это место отцепляется, то это не есть. В общем, вопрос. А люди чуть-чуть уже расслабились. Ну, и решили. Ну, при этом тоже один из таких причин, почему пошли. А мы, говорит, видели, что это старое еще, несвежее. Ну, и думали, что там просто провода, и по нему пошли. Ну, и думали, что там... А там оказалось, что и старая закладка срабатывает. Потом вот это есть неосторожность в плане того, что нужно было дождаться прибытия следственной бригады, прибытия саперов. Все это саперы пошли пообследовали все с миноискателями. Все разминировали. После этого только запускать туда бригаду следственную и других там любителей экстримы. Вот есть необходимость работы такой более серьезной саперов в этом районе? Тем более, раз он получает дополнительную значимость. Да нет, нет. Как такое ярко выражено, нет. У нас, во-первых, саперы министерства обороны отработали, и осталось чуть-чуть разминировать там горные части. Мы тогда работали по минным так называемым полям, в том числе и заминированным еще в период тех времен вооруженным силам. Ну, то есть наши разминировали. Наши. А боевиков? Ну, а боевиков мы же не знаем, где, в каком месте. Так надо же искать. Там минных карт нету. Так надо же искать. Что значит искать? Это каждый метр ходить, это сколько надо времени. Так просто. Хотя, скажу так, что в прошлом году было, даже в этом году было уже, в тюрьме сидит там уже пять лет, боевик там, он дал информацию, по его информации, два схронных рычатки с фукасами нашли. По его информации. Он уже через пять лет дает эту информацию, чтобы тоже показать того, что он осознает там, сидя в тюрьме, что почему это все надо. А интересно, а ведется работа вообще с людьми, которые отбывают наказание вот такого плана? Или это из исключительных случаев? Работа ведется. Почему? Работа ведется. Почему нет? Она же все равно там взаимосвязана. И это раз. Во-вторых, работа ведется здесь с родственниками, отцом, чтобы они все-таки и в письмах, и в общениях. Там детей убеждали. Они все равно будут живы и здоровы, приедут домой, чтобы они понимали, что они уже едут в Тунду, в республику, другим людям. И уже они должны ехать уже, пусть ли воевать или продолжать воевать против всего народа. Поэтому, конечно, это профилактика, она ведется. Да, вот вы говорили, что 59-ти людям из сдавшихся создали, помогли им получить работу, да? Это устройство, и в основном на учебу, и выезд за границу, кто захотел поехать. Уехать учиться или куда уехать? Уехать, они в Бельгу поехали, в Германию поехали. То есть мы им разрешили, выписали документы. Они уезжают, возвращаются. То есть у них проблем уже нет в этом плане, что никто им не мешает. Понятно. Вот мы уже сейчас в каких-то очень красивых местах. Это уже военно-грузинская дорога. Мы едем на территории Северной Осетии. Слева Ингушетия, за речкой. Я недавно был у ваших соседей, неделю назад, в Грузии. В Хевсурете конкретно. То есть прям прилегающие к Ингушетии районы. И я был на выборах, смотрел, как работают в населенных пунктах, небольших избирательных участков. Но меня пригласили остановиться там в гостинице, которая была расположена прямо в средневековом, знаете, может быть, поселении, поселок Шетилии, такой исторический тоже центр хевсурский. Там прямо внутри башни они сделали такие маленькие гостиницы. очень колоритно. Как вы думаете, надо новые, может быть, сооружения такого типа делать, как башенного плана, чтобы люди могли почувствовать, что вот они именно приехали. Тут что-то особенное. Хлопонин когда-то, когда идею саму продвигал курорту в Северном Кавказе, говорил о том, что давайте строить и такие здания, которые обычные. Давайте покажем вот это своеобразие, культуру, архитектуру региона. Мы планируем также, те инвесторы, которые будут работать, планируем также делать такого башенного типа помещения, гостиницы. Вот сейчас мы въезжаем, въездные ворота Джерасского района. Здесь пограничный путь, здесь МВД, наверху торговые точки, магазинчики, наверху можно подняться, фотографировать все туристы, там площадка есть. А как вам удалось добиться отмены контрольного режима? Сейчас только российский паспорт показываешь и проезжаешь, да? Ну, в принципе, мы тогда и режим пропускной жестко вводили по нашей просьбе в том числе. Нам это нужно было в тот период. И когда мы увидим, что уже меньше стало бандитизма, терроризма, все остальное, мы просто попросили опять простить. Это ФСБ, да? Да, Федеральный Союз безопасный, да. Поэтому здесь тоже особо нет проблем. То есть это был... Когда все нормализуется окончательно, то этого поста, конечно, здесь тоже не будет. Зона будет вынесена дальше туда, ближе к границе Грузии. Даже Федеральный закон о размере вот этой зоны? Да, да. Это мы попросили вынести сюда. Почему? Потому что нам так удобно сейчас. Это, ну, безопасностью лучше. Ну, и, опять же, для туристов, многие говорят, что это отпугивает, наоборот. Для туристов это тоже так. Колоритное наличие пограничников, пограничных постов. Когда по горной части едешь, может, сегодня тоже увидим, может, не увидим, там дальше бывает. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ну, да. В этом плане. А это есть пограничная служба, которая обменяет государственным границем с Российской Федерацией. Это вот колорит для туристов. А в перспективе вы сказали, что думаете про то, что можно перенести эту зону куда? Да, она будет перенесена, ближе, ну, ближе к границе, там, где ее законную, там, километровая зона. Это какие населенные пункты? Или там уже нет? Ну, там уже не будет населенных пунктов. Уж точно это будет вынесено за джейлях. А так это будет ближе к границам. Какие сроки пока непонятны, да, для этого? Ну, мы просто смотрим, как на равненной части завершим и профилактику, и ликвидацию, и задержание, и убеждение. С членами Банпоспорья нам только этот вид преступности интересует для этого. Остальные виды преступности, как и наркомания, и разбойники, и кражи автомобилей, и другие виды преступления дают. Мы с этим никогда не переборим, столько можем минимизировать накиды и запах. Это будет всегда... Это не столько радикально. Сейчас надо разобраться с экстремизмом, так называемым терроризмом. С ними надо дальше бороться и профилактировать. Да, ну, с экстремизмом, конечно, это такая длительная работа. Ну, она постоянно работает. Главное даже, что маловероятно, но все равно экстремизм подкреплялся терроризмом. Потому что экстремизм – это последняя стадия болезни, и после чего развивается сразу начинается терроризм. Да, но здесь в Джиракском районе довольно... Немного людей живет, да? 3 700 населения. 3 700, да? Я думал, меньше. 3 700 населения. А с пограничниками этого 5 000. Более больше 5 000. Ага. Тут так много пограничников. Ну, то есть тут все люди... Ну, школа. Да, мы посещали ее, когда она была в стадии строительства 2 года назад, да? Это ведь открылось за последние 2 года школу, да? А тут, наверное, если 3 700, то все на счету, да? Из всех людей персонально. Ну, как это можно посчитать? В Джиракском районе в этом году не зафиксировано даже бытового преступления. Ни одного. Люди живут компактно, люди друг друга знают. Как они получат прибыль от развития этого туристического направления? Сами жители? Как они будут, да? Будут ли они владельцами этого в переносном, но не только в переносном смысле слова, вот построят здесь что-то для богатых людей, они сюда богатые люди будут приезжать, отдыхать? Или местные жители, там, малый бизнес тоже, какие-то, там, то, что делают люди своими руками, там, еда, экскурсии, как-то они могут здесь предоставлять сервис для приезжающих. Или, может быть, они, может быть, даже могут владеть, пускай маленьким, пускай там очень небольшое количество акций будет владеть, но именно местные жители, чтобы они понимают, что это и их тоже. Как вы видите вообще будущее? На счет владения акций, конечно, этого не будет. Это частные инвесторы, те же курорты. Северного Кавказа – это раз. Во-вторых, это люди обленились бы до безобразия, в плане того, что ничего не делают, просто получают доходы. Ну, доходы. Это же неправильно. Не так быстро получилось. Но при этом, да. При этом надо понимать, что курорты Северного Кавказа создают людям условия для того, чтобы зарабатывать. И зарабатывать здесь просто на голом месте. Вот он живет возле дороги, ничего не дает. Делай просто домашний хлеб, выноси, застави, когда туристы едут. Мало кто мимо проедет, не купив этого хлеба. Ну, еще другую там продукцию. Делай, там, народные промыслы, пожалуйста. Что угодно делай, там, продавай. Создавайте семейные гостиницы. Мы надедем работать. Тут уже порядка пяти семейных гостиниц есть. Куда же туристы приезжают? Постоянно уже. Создавай семейные гостиницы. Создавай семейный бизнес. Через наш туристический комитет, пожалуйста, прорекламируют, покажут. Бабушка такая – это лучше лепешка джераха. Парень такой – это лучший шашлык джераха. Ну, к примеру, каждый должен просто заниматься. Мы для этого привозили сюда экспертов из Кабардино-Балкарии, в том числе и жителей туда ввозим периодически, чтобы они посмотрели, как такие же жители, как они, но уже, ну, будем говорить так, столетиями там зарабатывают. Только на этом, на этом только живут. Любую там вещь продают. Почему? Потому что любому туристу приехал, потому что ты в джерах, хоть камень, да увези отсюда, чтобы дома там показать, что ты был в джерахе, да, или там, если хочется там. Поэтому вот здесь как фантазия. Ну, здесь не надо ждать. Мы не ждем, пока человек сам просмется, а ориентиры даем людям, где можешь зарабатывать, на каких направлениях ты можешь зарабатывать. Почему нет? Сейчас здесь парень, мы запустили здесь яков, для туристического тоже потенциала. А еще местный житель в джерах купил еще яков сам. Почему? Потому что мясо самое вкусное, молоко такое, это такое. То есть для туристического бизнеса. Некоторые уже начали приобретать овец. Почему? Для туристов можно готовить там мясо здесь, в одном месте, там просто чисто подготовить мясо. в растирании там или там. А другое дело, когда он сам пальцем покажет живого барана, вот этого барана, ему тут же на глазах там зарезали, разделали и тут же шашлык сделали или мясо сварили. Та же рыба, тоже сейчас рыбными прутами, тоже люди хотят заняться. Тут же поймали и там, пожалуйста, пожарили и на глазах все сделали. Я читал, что планировалось форелевое хозяйство. Да, форелевое хозяйство, да. Оно планировалось, запустили или пока нет? Да, форелевое хозяйство, да. Это тоже довольно большое количество рабочих мест было, как-то называлось не только с форелевым хозяйством, с другими планами. Нет, там насчет рабочих мест не так много, а насчет имиджа это хорошо. То есть будет помощь для людей, которым самим сложно запустить малый бизнес? Какие-то кредиты помогать получать через банки? Кредиты в банках тоже будем помогать. Но это банковская сфера довольно сложная, там смешиваются. Не продиктуешь же условия. Почему? Потому что любой банк на прибыль работает. А по линии маловосредственного предпринимательства, по линии экономики, поддержки маловосредственного, мы поручены уже два года подряд, и эта работа идет, чтобы порядка 30-40% средств выделялось для тех, кто хочет развивать туристический бизнес. Если они могут участвовать, возвращать свои гранты, проекты. Здесь даже не стоит вопрос о том, кто придет, а рекламную акцию, помощь, поддержку. Такая задача сойти главе района, властям района. Они сами должны искать и заманивать людей в это дело в хорошем смысле. Министерство экономики и народные промысловики должны этим заниматься. Есть довольно большая работа по привлечению людей. У вас есть статистика, сколько в прошлом году, сколько в этом году уже приехал сюда? Или так примерно? Нет, статистика есть. Там разложено таким образом, что если в прошлом году въезд чисто вообще, который вот сейчас на постах фиксируют, есть народ, население, там, в прошлом году это была одна цифра, там, более, там, 140 тысяч. То уже в этом году въезд в Жиряск в район, вот за первые полугодия, 137 тысяч. Угу. То есть, ну, в два раза возрастает въезд, это одно. Это исключая постоянные проезды местных жителей? Нет, это все вместе, вместе с местными жителями. Ну, с местными, со всеми. И многократно учитывается? Нет, но при этом, ну, и в прошлом году, если наблюдали там, опять же, за целый год там порядка 40 тысяч, так называемых туристов, людей, которые желают приехать отдохнуть там, посидеть, то в этом году уже за первые полугодия это перевалило за уже 50 тысяч. Включая население не местное в Яляске районе, а население районной части Ингушетии. То есть вот внутренний туризм, да? Да, это внутренний туризм. Ну, при этом иностранцы в прошлом году, если позапрошлом году, в этом году у нас еще что-то нет, то позапрошлом году, если было там где-то полторы, то в прошлом году было порядка 3,5 тысяч иностранцев. В прошлом году? Да. А в этом году в Яляске будет намного больше. Ну, для них нужна работа на языке, на английском или еще на каком-то, да, чтобы… Ну, есть у них переводчики, автоматеты по туризму есть, там фирмы работают. Поэтому без понимания они не уезжают. Ну, все-таки здесь пограничные зоны на сегодняшний день, так что им как нужно, кроме визы, еще иметь дополнительное разрешение на въезд сюда? Ну, те, кто организует их деятельность, они заранее этим занимаются. То есть, мне сами не просто там приехал на КПП, я поехал сюда, да, он согласовывается, все делается. Вот строится дорога, дамбы, минимизируется любые угрозы, паводковые, в том числе… Это Аса или это какая? Это Арамхинь. Это Арамхинь. Вот отсюда мост будет на ту сторону. Сторон больницы. Да. Мы сейчас… Где находимся? Это Альгетия. Альгетия. Да. Да. А мост вы здесь экспенсировали тоже и в мае, да? Мост в Альгетия. Вот сейчас все, вот там, вы видите, визу строите дамбы, а вот здесь, между дамбой, эти дороги, мы будем делать запросы. Тут форели выходили? Ну, тут в том числе. Вот сейчас уже мост. Смотрите, мост строится здесь. Вы не были довольны скоростью строительства, я читал. А как за это время? Ну, сейчас уже протест получше идет. Мы долго делаем. Нет, это вот эти решения, и вот у вас спецоборуды. Сейчас, ну, сегодня 2, сейчас еще будем. Пошли здесь, все. Так? Вот этот мост, когда будет. Вот этот будет 1 октября. Дом будет 1 ноября. Вот здесь будет набережная, беседки будут стоять. Это все будет закрывать. А сколько будет расширен этот мост? Это будет 9-метровый мост, шириной 9 метров. 9 метров? Всего нет. От уровня воды 5 метров. 5 метров? Да. А тот мост будет сколько? Тот будет 8 метров. 9? 8 метров. Это объединение, что есть. 15 числа здесь. Покажешь мне территорию? На картинке все показать? Получше. Как будет здесь тогда? Прыская уроженная, красивая. Все с камеечками, слабочками. Крут. И звертый консультик. Капец сейчас такое. Капец. 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 Ну все, пока. Понятно? Да. Человек может прийти поймать рыбу. Пусть же ему пожарятся. Так, хорошо. Пусть опускает. Посмотри, что там. Пропустит. Нет, тут не много людей. Тут. Это на перспективу. Это и больницы, да? На перспективу. И больницы, и поселок. Тут еще сдачи планируют. Но величина моста обусловлена возможностью схождения воды здесь? Да, да, да. Совершенно верно. Паудер здесь, когда был паудер. Вот, потом вы можете посмотреть. Видите? Подвох на водах. Дадим себе вопрос. Так можно было бы простой мостик сделать. Ему хватило бы. Если бы не было паводковых ситуаций. А этот мост делается на какие? Чьи деньги? Регистонные. Мы это будем говорить так. Выделили следствие на паводковую ситуацию. Ликвидации последствия. И вот те подрядчики, которые работают, осваивать эти ситуации. Они на свои ситуации делают и можно. А кто конкретно? Вот эти подрядчики. Как ваша называется компания? Фирма Русстрой. Руководительство Амриев Мурейшин. А вы? А я общий надзор за 7300 по республике. А сколько там глубина? Вот там глубина. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА То, что вы увидели, нас устраивает? Устраивает. Устраивает. Все нормально. По срокам поменялась картина? Нет, по срокам не меняется. Просто мы долго ждали оборудования и все остальное. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Ну, мосты это такая... ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Это не просто дорога сложная тема, но мосты тем более. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Поэтому здесь надеюсь, что все будет нормально. Не надеюсь, а уверен, что все будет нормально. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Хорошо понимаете, что это не к вашему приезду готовится тут интенсивно строительная деятельность? Да нет, нет, тут работа же идет. Это же почему-то мой приезд. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Работа по графику, видишь, работает. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Тоже вот из этих 47 точек, да, с камерами какие-то есть здесь? ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА это улице новые дома строятся это частные эти люди могут работать здесь или они в основном ездят северной осетии работать в ингушетии здесь работают многое служит пограничных войсках служат военнослужащие служащие гражданские и в больнице он построили то есть для них тут уже рабочих мост завалить конечно я смотрю мы едем по улице путина сейчас давно назвали вот в 2004 году когда поселок дома стояли все было отнесено это единственно улице путина потому что с его именем связано восстановление оперативно возникли с реагировал на это дело казанцев полпред так вроде порядок змея вон я в больницу не буду ходить я уже там был и не могу я там ходить по больнице не надо сейчас там посмотреть поэтому сейчас мы там покажем где жилье строить баки покрасьте другой цвет задушный цвет черный цвет мы оставим так у нас она не мешает сквольтную его просто делать никто спасибо принципе по расстоянию тоже позволяет до того зами позволяет да вот тогда тут и совещание устроили и вот так то единственное решение которое было возможно здесь в таком принятии нас дорога оттуда будет дорога будет оттуда почвы тут везде одинаково 7 8 метров идет древесва дом любого суда вот двигать туда и чуть сюда я почему вот мы же выше пойдем 3-4 продумать вот там чаятуда тут можно было вот так так вот так дороги вот так сюда п-образно дом построить четырех или пятиэтажных квартирного жилья примерно на 40 квартир и квартиры они должны быть не трех четырех пяти десяти комнатных а просто чисто квартиры такого общежительского типа такого то есть осмотреть надо ряд квартир семейные квартиры например две комнаты небольшие в делах там 30 метров комнаты квартиры там семья приехала могла бы жить здесь и такие комнаты общежительского что каждый врач живет но у них общая кухня общая там гостиного типа гостиного или коммунального типа вот такое посмотрите надо сделать а внизу делать такую хорошую площадку а вот здесь можно было бы знаешь что делать это смотреть не можно посмотреть отсюда сесть дороги сюда вниз вот здесь вот с этой стороны вот у нас все равно мы поставим отсекатель вот здесь можно было бы стоянку машин для жильцов том что у них своя стоянка там будет и для посетителей она только исследование сделать такую такой какой вес дом потянет там же скальство подавляем курорт армхи делали вот один варень те же грунты сейчас я поставил взгляд чувствую здесь квартир на вообще квартир на тип общежития для персонал где-то конец а сколько в этой больнице работник до 70 человек так много вообще нужна такая большая больница но мы ее опять же рассчитываем же не только для жителей села для района района конечно и для пограничников и для туристов вижу целый комплекс то есть это первое место не дай бог там почему то что мы очень сильно развиваем здесь экстремальные виды туризма и первое там до врачебная помощь или также врачебная помощь она будет эта больница отсюда будет эвакуация здесь есть оборудование нужно для такого рода забыл сейчас сказать вертолюционную площадку надо сделать здесь у вас были планы и малого аэродрома уже работают уже работает следующем году будет готова молодая сервитру работает что уже эксперты проектировщики исследователи так где мы здесь остановись я пойду вот здесь посмотрю пока мы здесь от мост этот не сделаем осматривать нельзя в этом потерпите все таки я дамки вот отсюда дамба вот там она должна остаться руслан остаться очень датам бы должна так красивая надо оформить а потом можем его там поставить двухэтажное квартирное жилье вот здесь если нельзя тогда там должна быть здесь дорога широкая асфальт отечея выход до тротуарной плиткой здесь делают русло да вот я смотрю эти бетонные основания тогда чтобы сюда вода не заходила она так высоко поднялась хватит ли этого этого хватит дальше будет расширяться а будет расширение реки так вы начали рассказывать что хотел от вас житель жители хотели чтобы дома построили здесь квартира на типа площадка хорошая мы сейчас когда-то и определились единственное сейчас исследование проведут я думаю что можно хороший на другой стороне не с этой стороны с этой стороны тоже будет там будет жилье там трех-четырехэтажное жилье дом построен для работников непосредственно больницы района а с этой стороной это для жителей этого села двухэтажные дома вот он проходит вот широкий будет заезд на бошкоп я туда сюда могу заехать а вот сюда может быть чуть вправо на колен вправо и идем на березную дорогу серпатином или парень мимо того дома дорогу мы начнем будет не ждать по мостам сегодня вечером ты идешь ты лидишь ко мне разложите мне по своим работам по всем мостам почему я жгал мосты делает он думал что вот так ты нашему отделу естества ты мосты делай на всякую смотри массе цель отвечаешь один за мосты вы прервались на том что конкретно просили что жители площадка такая большая во первых здесь земли малость для строительства домов молодежи много вот они попросили вот эту площадку уступить для того чтобы построить жилье вот я там поручение дал такое поручение во первых провести обследование пригласить специалистов какие постройки что там можно строить и второе жителям рассчитать какую сумму они осуществляют покупку жилья квартир там будет инвестор строить жилье квартирное жилье они будут покупать жители после этого сделать уже выводы и пригласить инвестора то ли это будет второй вариант это будет дешевле жители сами потихоньку там в течение года будет голубаться что-то ремонтировать то ли это будет уже под ключ ну опять же смотреть какая ценевая политика ну и плюс я поручение дал что там же просто жилье поставить на сделать форелевый пруд хозяйство кафешку летнюю набережную сделать для этого чтобы люди могли подать и сами жители и гости проезжают штуристы заезжать отдыхать кто тут проезжает туристы едут дальше да туристы дальше едут да башенный и здесь наверх башенный комплекс здесь над альгете располагается башенный комплекс один самых уникальных башенный комплекс и рзи туда тоже будет сделано что в ближайшее время нужно сделать даже там красивый подъем лестничных таких пролезов поэтому это такая хорошая площадка тоже будет поэтому под это все чтобы такая база и для жильцов чтобы было и для туристов и для всех чтобы лежить а дорогу планируется когда закончить или пока дорога дорогу вообще вот это все дорожные работы здесь должны завершить концу августа концу августа а ведь еще мост будет строиться до октября я так понял то есть тяжелая техника мост все равно мы сейчас когда тяжелая техника там сейчас нужна для которой вот сейчас хотя и пролет здесь будет тоже тяжелый дико это все нагрузка все равно там учитывается они потом уйдут же из машины испортят дорогу когда будут я думаю что нет а что здесь будет асфальт или что асфальт и как далеко планируется асфальт полностью закручивать то есть полностью джерахского ущелья и ассиновского ущелья будет закручена дорога полностью да а можете рассказать вы как-то упоминали не под запись про стоимость что как вам удается здесь по ценовой политике мы рассчитываем там одни говорят там 10 миллионов другие говорят там 5 миллион 5-3 говорят там 20 миллионов на километре дороги в том числе в горной местности а мы это все рассчитываем и заставляем как и по качеству и комиссия работает и лаборатория работает по асфальту по всем направлениям и ну и качество не страдает от этого километра дороги там за полтора миллиона рублей максимум за 2 миллиона рублей вот таким удобным заставляем работать люди работают зарабатывают и им прибыль и республике хорошо без потери качества без потерь качества и сроков и за такие деньги вы планируете как раз сделать вот это кольцо чем нужно закручивать по асинскому учили там уже почти завершено сколько километров в целом это все будет порядка там порядка 60 километров то есть в районе 90 120 миллионов рублей это конечно немного или здесь дороже потому что здесь горная нет здесь горная часть это раз второе здесь дороги то еще полгода а есть много переходов много ливневок в том числе много действий в любом случае километры дороги будут обходиться там если совокупно здесь очень с учетом этих переходов почему потому что мы здесь даже старые еще советского роста трубы которые лежат там которые вода стекает мы их расширяем делаем там уже современные полтора-два метра двухметровые для все случаи жизни там делаем здесь все равно будет обходиться и на трех и до четырех миллионов рублей ну здесь с учетом этого всего это вот в этой конкретной части в горной и в этой и в той части а то везде а в той это в какой асинус это все в бюджете республике есть деньги или это то что мы и по павольским деньгам сейчас работаем и то что заложено по дорожному фонду ну и те вот инвесторы которые работают которые выполняют дополнительные поручения и весы а подрядчик который выполняет эти работы выполняет дополнительные поручения а здесь акропыль работает или это компания акропыль это якорный инвестор туристического комплекса направление а так есть и другие компании других вот так чисто развития туристического здесь нет а осваивают деньги например мастер строит одна компания дороги строит вторая компания то есть это уже строительным подрядчики которые подряды которые получают и работают мысли что это частная у нас почему в жильях это народу население меньше потому что здесь раньше люди всегда из-за отсутствия условий жилищных помещений и труднодоступность молодежи она съезжала сейчас расширяем вот это и жилище и условия мы создаем и школы и садики и спортивные объекты то есть все для людей есть поэтому конечно сейчас рассчитываем что многие будут оставаться то есть входа уже точно будет если начать там какую-то работу какая-то там на равнине получит более-менее хорошую работу они будут выезжать и так в основном лета не уезжать приезжают то есть они там непостоянно там находятся а про ценовую политику лока вы думаете чтобы она была доступна для местных вот вы говорили про внутренний туризм для тех кто приезжает может быть но она доступна сейчас и для местных и для приезжающих тем более это разу вторых мы сейчас лок передаем на конкурс будем оставлять и все-таки передавать его якорному инвестору акрополю да почему потому что лок отдельно а туристический отдельно это не так не бывает когда когда будет сейчас протест идет когда планируется завершить по графике не знаю там вместе два три четыре может мы сейчас поднимаются в бассейн мы сейчас поднимаемся к бассейнам детям кафе детям а всесезонному ресторану есть проект прошли прошлом году в этом году мы провели соревнования паралимпийской среди глухих по сноуборду по горным лыжам провели соревнования по сноуборду в этом году провели соревнования по плаванию на открытой воде и по прыжкам с трамплина по велобайку соревнования провели по экстремальным видам прыжков с парашютом провели то есть разно соревнования здесь проводится ты здесь постоянно находишься или когда я приезжаю здесь проводились уже первое открытие 4 июня 14 числа у нас были соревнования по прыжкам воду и плаванию а когда полностью планируется запустить полностью в течение вот этого вот месяца мы уже полностью запустим наша главная контора является группа копыль якобы инвестор курортов соревнования и не дожидаясь пока разработают проект на документацию пока передачи земли было руководство республики по юзе бармуткевича поставлена задача начать хотя бы с аром хов чтобы за время пока мы будем строить там большие курорты у нас появились свои там ближники мы обучили инструкторов ну вообще это место когда привлекало внимание и вот в этой концепции за два года построили первый подъемник две лыжни сейчас на целом с подъемных 1200 в час сейчас 1200 человек час большая пола весельный кресле вот мы не поднимемся вот и 1200 метров одна трасса лыжная 400 2 и сейчас мы третью 1800 какие сроки у вас разным объектам ну мы до конца года должны все закончить все это можете перечислить ну вот все что вы видите здесь и нужно еще одну трассу построить систему оснижения и бассейн пятидесяти метровый а здесь вот где мы сейчас в чайке сейчас это гостиница чайка через десять дней она будет сдана в эксплуатацию сейчас трассу месяц уже работает нижняя часть вот трассу закончу чтобы здесь питание было полностью трехразовое люди могли отсюда не выходя проводить тренировочные сборы как со связи все видел у нас и оптиков волокно вай-фай и телефон да все все видны связи мы здесь нам помогает очень росстелеком наше дочернее подразделение дышать быстро делается первые там работы проведем по сдачам по сдаче нашего объекта плюс еще будет дополняться дальше а здесь у нас есть котельная котельная конечно с нашим логотипом это не просто не укладывается пока по срокам но к открытию будет все уже сделано ну вот смотрите это стеночка это специально сделано придумано под старинку так как мы в горном горном ущелье чтобы человек приехал сюда и почувствовал себя на самом деле как в горах 3 тысячи стоит за такой трехместный трехместный до 3000 и что включает себя 3 тысячи вай-фай входит вай-фай завтрак входит завтрак входит и купание в бассейне не ограничено а дорога по канадке надо подниматься нет почему у нас здесь нужно на машине подняться то есть там есть шлагбаум там пропускают машину и человек может либо пешком если хочет прогуляться сам либо на машине можно к нам подняться а более комфортные номера вот не на трех человек а на двух они все на месте а все дальше у нас есть очень много красивых ущелья то есть мы уже вам предоставить гида который знает всю историю и плюс еще местный житель конечно самый лучший гид это местный житель мы еще вот не поставили точную сцену но не несколько несколько вариантов куда можно прогуляться да их множество потому что очень много красивых гостиницы чайка это чаще чего водно-спортивного комплекса армахи который принадлежит вот этому курорту пользусь это его от нас из частей понятно то есть это не ащетинский бизнес здесь а все тоже ингушское ингушское да это все ингушетия курорты ингушетии а как вы нашли эту работу мне предложили почему вам предложили вы специалист в этой сфере или я была гостиничная гостиничный бизнес бизнесом занималась в владикавказе в сочи сочи на олимпиаде работали нет не попала по семейному обстоятельству мне пришлось но успехов спасибо мы будем рады видеть всех наших гостей туристов спортсменов наш персонал будет рад всегда обслужить и предоставить вам уютный комфорт в нашем водно-спортивном комплексе чайка но гостеприимство у вас горное или сочинское в сочи было много нареканий на такой нет у нас кавказская вот здесь будет гостиница двухместная номер и вокруг будет вообще-то искручив а внутри будет как-то оттуда в следующего там шар-проедника выдавая так что материал уже лежат там он сам будет следующая гостиница она будет выше чем эта четырехместная вот здесь будет следующего теми же этим деревьям и между ним веревочная лестница и где-то в других местах подальше от цивилизации тоже могут такие домики появляться если люди хотят там конечно чтобы не было ни визгов бассейна ничего тут надо знать что людей приучить тому что это хороший заработок это очень важно люди сейчас только начинают чуть-чуть шевелиться они еще не осознают до сих пор смотрят насороженно потом мы сейчас решили с каждого села человек по 10 по 20 даже возить в грузья сам наглядным примером показывать вот лестницу видишь вот лестница она до самого конца будет местные жители вот вы говорили может такое быть что помочь кому-то из местных наиболее активных предпринимателей помогает такой домик чтобы им они владели да вы будете привлекать людей они будут с этого встречу помогаем вот если захотят поможем хорошо вы все делаете но все это будет по поводу собственности какой-то крупной а чтобы они тоже вот я вот это когда про акции это спрашивал я имел ввиду чтобы у них было понимание что ты им тоже принадлежит пусть у них маленький будет домик на двух человек но свой но я известно что это наш местный житель здесь другая тема вот эта зона вот эта зона да она должна быть в руках одного человека сама логистика самопроизводитель если мы берем зону можно ее разделить на сектора но по кусочкам кому-то давать это имидж самого курорта портится тогда это раз то что ты говоришь чтобы место он там внизу вот в селах там где мы сейчас были он спокойно может создавать семейную гостиницу и ничего ему там надо сверхъестественным так нет приехал на семью один раз отдохнул вдвоем следующий раз ты сюда отправишь если тебе понравилась семья обычная семья обычная еда домашняя да ну ты что-то заказал то тебе приготовили кашу там или местную там пищу или шашлык там еще чуть-чуть или рыбу пожарили ну и они же организовывают они же являются своими гидами они все показывают которые за шаги а кто-то пешком у них там дома и шаги и лошади там еще чего-то то есть вот это как раз та тема когда люди полностью включены в процесс вот чему просто вот я об этом как раз интересует чтобы они видели семью и могли вот какой-то куначе можно развивать что это живые люди которые принимают я сама тебе вот эту пожарила с утра там яичницу хлеб то есть это людям дорого когда они видят вот как вы сказали люди здесь другие не обслуживающий персонал может не так много но несколько хотя бы дежурных улыбок это да люди да вот это одно второе ты приехала женой побыл здесь отдохнул заодно твоя жена научилась как готовить местную еду почему нет а ты научился косить траву встреча там барана какие такие вещи то что чему потянутся люди всем же хочется какой-то экспромт да да это очень необычно приехала твоя жена никогда не доила ей предлагаю ну да иди подай корову она пришла но просто сам процесс я не думаю что из десяти женщин приехав же девять точно подтянутся просто сам процесс и главное вот может женат не пойдет но дочь свою да пошлет а вы говорите что что-то здесь нельзя рубить а вы говорите что что-то здесь нельзя рубить что-то можно но здесь сама сама сосна сырости очень сильно принимаете портится быстро для таких сооружений привозной для случаях запрещена здесь вырубка мне не разрешено вообще запрещено это особо охраняемая зона запрещено вырубки нет а здесь я прошла себе говорил высокой степень мы камень мы еще поднять вот здесь прям положите что-то потом мы прошли распускались даже старикам женщин тяжело а это все вот ли пара это не повод это со всех лифта внизу сосна это вот мы когда вот эту дорогу карту делали того где все срубали вот идет это все на расходную а это песок оттуда идет у нас роботы специально это не вычислить сейчас чисто моет полу даже на стенку залезли какая у вас погода зимой у нас большинство но во два года последние было даже в декабре январе плюс три четыре снега даже а раньше и это бассейн подогревом тут купара зимой да будет зимой будет функционировать все сезонные горячий полу вот здесь сейчас уже создали здесь и там сделали еще дайвинг клуб нужно позволять для водолаза да очень глубокий сколько здесь метров а его же сделали же чайно планировали для вода для системы оснежения потом мы решили бассейн полезность при этом какая система оснежение а снижение а глубина какая-то три с половиной метра три с половиной метра это специально выходить потому что между эхо и детские какие-то нужные бассейны поставишь а вода из рекира а вот мы дотащили в четыре с половиной километра из ущелья талая вода из рекидации вот фейнбольный круг там большой раскафровал полтора гектара ой полтора гектара там все все коммуникации главное чтобы не было медведей это месяца здоровья называется у нас ее расстояние более километра от верхней станции до нижней станции откуда люди могут подниматься пешком или спускаться с ресторана с бассейнов со всех предает инфраструктурных объектов вот в принципе больше 1500 ступеней плюс прямые пролеты а вот тут детьми же будут наверно да наверное сюда что-то нужно ставить маленький ребенок то можете соскочить но сами дети здесь не ходят с родителями обычно есть соскочит недалеко упадет у нас по технике безопасности если это делать то она теряет самому саму я видел швейцарь на корте кривые эти есть ветки веточки веточками красиво сделать вот такая же фактура такая же фактура вот так ветки кривые делают вот как мы вот внизу сделали на таком уровне сделать она будет тогда красивее смотрите у нас прокат здесь на 500 человек оборудование горнолыжное 10 единиц мото техники также сейчас на подходе горный велосипед а так как сентября у нас планируется республиканские соревнования по даунхиллу то есть скоростной спуск прошли же уже соревнования по даунхиллу да это было открытое первенство сфор а сейчас мы хотим провести республиканских то есть чтобы были участники именно с нашей республики и ближайших соседей то есть все таки межрегиональный будет не только республика конечно это будет открытый мы не будем закрываться ни от кого а ваша ответственность чтобы принять сейчас все эти работы у акрополя или это не или это внутри так что я понял что их строительное подразделение передает их же мы совместно работаем ваша ответственность в чем она эксплуатация данного привлечения людей а вы государственная республиканская структура или вы нет мы честно рабочий приоритет местная да конечно здесь рабочих ну в данный момент это чисто на курорте около 30 человек чисто которые занимаются людьми но вообще по полному штатному расписанию когда курорт будет запущен это будет около двухсот человек это обслуживающий персонал да это специализация учим учите местных или привозите местных местных у нас уже две группы по 15 человек обучены в горнолыжной школе тягачева то есть у нас есть соглашение с ними это уже 23 инструктора из них имеют четверо сертификат международный сертификат инструктора то есть четверо их всего 80 человек в россии у нас директор фоке показов мы не урозят сегодня урозят чё вы там где мучает Снимите портреты. Спортсмены вешайте. Что я вчера сказал? Я вчера сказал, что портреты вашего нормального. Убирайте. Спортсмены вешайте, олимпийский чемпион. Я понимаю, здесь есть и сам вешают. Это не протокол, не административное здание, где президентом портреты вешают. Не перебарь, что ли? Нормально. Я когда увидел вот этот риток, да? Да. Я говорю, давайте сделаем такие гостиничные номера. Он проехал, я говорю, сборная. Я встану с удовольствием приехал, поспалить, поспалить. А это вид на школу, которую два года назад мы посещали? И когда сдали? Спортсмены когда там заканчиваются? Вот сейчас, по 7 часов еду. А, еще не сдали? Школу сдали, школа уже работает. Вокруг обуслойствовала. Какой номер школы это? И сколько детей там планируется? 420 мест. 420? Куда столько детей? Это совсем районно? У нас есть перспективы. Там же еще учатся дети, пограничники. А, ага. Это для Джейраха или для всего? Это для Джейраха еще у нас 10 лет. А, есть другая школа. В средней школе есть 420. А сейчас там 212. Сейчас 212 детей? Да. Начали. Первый чемпионок когда появится? Республика, хотя бы там, Джейрахского района. У нас 2-я прозерюга России уже есть. Есть? Мы с ним у вас были на приеме. Цискиево, Адам. Кандидат Матераспорта. Вот здесь наш ученик. Сколько лет ему? Ему сейчас 17 лет. Как он здесь? Он плюс 80 борется. Сколько у вас здесь детей? Детей очень много. Я вам сейчас количество точно не могу сказать. Но если общую все группы собрать, около 100 человек. Как часто тут занятия? Тут через день мы работаем, допустим, самбо, дзюдо. Вторник, четверг, суббота. В понедельник, среда, пятница у нас боксеры занимаются. Сейчас перспективы М1 хотим запустить. А, без правил будете учить. Да, тоже будем учить. Вот это детские навыки в силовых видах спорта. Как они потом трансформируются? Вы же здесь живете, я думаю, это местная фамилия самая большая. Да, да. Как это потом трансформируется в общение? Вот драк нету, например. Нет, нет, нет. Вы учите силе или вы учите тоже поведение? Мы учим воспитанию, в первую очередь. Это благородство, это уважение старшим, помощь слабым. На этом мы основываемся. Наш внутренний менталитет на этом основан. Поэтому это нам до боли знакомо с рождением. Давайте про объект, чтобы сразу по свежим впечатлениям. Как быстро сдали этот ФОК? Ну, его строили, в общем, 9 месяцев. 9 месяцев? Да. Это не такие усиленные стройки, когда страдает качество, усиленное по скорости? Нет, здесь качество не страдает. Во-первых, известные подрядчики, семейные люди, которые знают, и строят, так, на века, так будем говорить. На чьи деньги строили? Это частично деньги Миниспорта, частично деньги бюджета республики. Министерство федерального? Да, федеральное. Я спрашивал у тренера, насколько навыки в силовых видах спорта, которые здесь получают молодые люди, они дальше не трансформируются в какое-то желание силой решать конфликты здесь внутри. Он говорит, конечно, нет, что мы учим и поведение, и обычаи. Нет, ну, в любом случае, как? Вот смотрите, у нас нет таких ярко выраженных там случаев, когда спортсмен, имени этот спортсмен, просто сам кому-то там нанес удар. Вот берем того же дагестанского спортсмена Мирзаева, да? Да, Расула. Расула. Вот нет же его никакой вины в этом. Совершенно никакой вины. Его вина только в том, что если можно там обвинить его, он там в ночной клуб сходил. Ну, сходил, сходил. А это могло быть возле торгового центра. Он спортсмен. Он просто сделал парню замечание, который, ну, похабанно или некрасиво отнесся к его девчонке. Ну, толкнул. Я говорил с ним лично. Все-таки толчок был, удара вроде не было. Нет, нет, подожди, вопрос в другом стоит. Что тот сам, тоже не робкого десятка. Да, да, тот тоже спортсмен, да. Тот наехал. И, естественно, в этой ситуации спортсмен будет... Для чего он тогда вообще, тогда он что... Для чего он тренируется? Не только становиться чемпионом мира. А если он свою девушку не защитит, он же для этого делает. Если он свою родину не защитит, а для чего вообще тренируется тогда? Для чего занимаетесь спортом? Для чего нам спортсмены нужны? Да, чтобы достигали спорт олимпийского достижения, но при этом он же должен в случае... А если бы не такая ситуация? Если бы он проходил мимо, такая ситуация, он прошел бы мимо, ничего не сделал бы, не сказал бы, ничего замечания сделал бы. И пресса это все раскрутила бы в обратную сторону. Вот чемпион мира, великий человек, струсил, прошел мимо. Да, я понимаю, если бы он просто, выходя из своего того внутреннего я, просто направо-налево все бьет. Нет, конечно. Его задели, он ударил. Тот упал, стукнулся головой об бордюр. Смерть наступила мне от удара. Да, вроде да. И несовершенно здесь не было повода. Просто здесь был национальный подтекст, что очень неприятно. Был, конечно, да. И в этом случае, конечно, мы тоже ребятам объясняем, тренеры проводят беседы. Но уж я лично не смогу никогда молодому парню сказать, хоть спортсмен, хоть не спортсмен, если тебя где-то задевают, не отвечать. Такая же картина у нас была в армии, когда и срочно служил, и когда офицером был. И что с офицерами, что с солдатами? Вольня не пошел, тебя кто-то там гражданский задевает. Он не прав, ты в драку стрел, подрался, тебя же еще в части наказывают. И многие солдаты, десантники, разведчики, спецназовцы, в таких ситуациях, когда даже надо кого-то защитить, как-то вот не от того, что они боялись кого-то, там пять секунд там вырубить не было, боялись, что там в части будет по этому поводу целое разбирательство. Но я, будучи уродом, всегда своим солдатам говорю, если я узнаю, что вы где-нибудь там не защитили, там женщину, царика, там девушку, там, где-то вас оскорбляют, вы не ответили, я вас всех буду наказывать. Я вам давал добро. Не добро там направо-налево, не добро там калечить, а добро, чтобы достойно защищать, достойно отключать. То есть кодекс какой-то морально-этический? Морально-этический. Он есть. В советское время на это обращали внимание достаточно много. Сейчас вы пытаетесь это тоже... Не, не пытаюсь. Но в советское время продолжайте. У нас тренеры все советского образца. Они довольно грамотно. Просто реальность уже не ставится. У нас сейчас культ силы везде в пропаганде. В советское время этого было больше даже. Культа силы? Да. Ну, смотрите кино. Включайте телевизор. Там из всех экранов фильмов льется кровь. Я не знаю, что на экранах. В советское время группировок молодых, ярко настроенных, потому что националистических или других выраженных, которые там... Ну, даже в селе, у нас в селе была та часть села, эта часть села. Драк было больше, конфликтных ситуаций было больше. Конечно было. Это же... Ну, посмотрите, в каждом городе дворовые, недворовые, там, заводские, незаводские. Все только было группировано. Ну, это, конечно. Это было. Это было всегда так. Я думаю, что сейчас, даже при том, что мы хотим там молодежь обменять, она молодежь, ну, даже более такая шагматичная и более такая реальная. Она видит реальную, считательную обстановку.